Продолжение следует... 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 Необычным, на мой взгляд, является борьба с терроризмом через науку. Как вы считаете, насколько это эффективно? Через науку как раз и может быть эффективным, потому что мы рассматриваем истоки возникновения и симптомы того, что в каких-то ситуациях прослеживаются экстремистские действия, экстремистские высказывания. Они, в свою очередь, способствуют тому, что дальше уже осуществляются террористические действия. И поэтому нужно пытаться предупреждать и как в молодежной среде, одна из глав как раз книги посвящена этому, а также непосредственно симптомы, какие способствуют зарождению вот этих вот идей. И мы довольно-таки детально с коллективом авторов, в большей части как раз преподавателей кафедры конфликтологии, смогли скомпоновать эти неотъемлемые элементы пособия, которые помогут ориентироваться в этих экстремистских направлениях, для того, чтобы понимать, вот здесь угроза существует, то надо об этом либо сообщить, либо вообще этим не интересоваться, не уходить в познание этих направлений. И также мы осуществляем как раз повышение квалификации людей, которым важно понимать, где эти угрозы, ну помимо пособия еще и практически, вот в частности мы на базе Казанской федеральной университеты ежеквартально запустили такой проект, да, о профилактике экстремизма в молодежной среде и в целом для тех, кто интересуется, да, потому что разные бывают ситуации, в которых бывает непонятно, является ли то или иное действие экстремистским. Подробнее о том, что происходит сегодня в университете для того, чтобы обеспечить безопасность студентов, нам как раз расскажет Ришат Арифулович. В связи с тем, что события, которые произошли в настоящее время и в Париже, прекрасно сейчас осведомлены, и с тем, что происходит на Ближнем Востоке, наши действия в Сирии, России. Поэтому в настоящее время руководством Казанского федерального университета уделяет самому пристальное внимание именно безопасности университета. Прекрасно видите, что на всех зданиях работают охранные структуры, поэтому прошу всех очень с пониманием относиться к тому, что, может быть, где-то идет усиление работы этих охранных структур. Я думаю, что люди должны относиться именно с пониманием, и это позволит нам усилить меры безопасности и позволит, надеюсь, предотвратить те тяжелые последствия, которые могут быть от экстремистских различных структур. Поэтому еще раз говорю, что руководство университета, в частности в лице ректора, в лице проекторов и других представителей, всегда уделяет пристальное внимание именно безопасности, потому что безопасность превыше всего, и мы прекрасно представляем, что от этого зависит именно внутренняя, именно то, что вообще связано с безопасностью. Как раз здесь уже вышедшая книга «Профилактика экстремизма и терроризма», я думаю, что для студентов будет полезно хотя бы узнать, что это такое и как себя вести, может быть, с такими структурами в дальнейшем. Ну, пользуясь случаем тем, что сегодня у нас ряд экспертов в нашей студии, мы обсудим как раз-таки, что нам делать, как нам относиться к всему происходящему, потому что действительно уже становится страшно. Становится страшно не только студентам, но и всем жителям нашего города, нашей республики. Мощную информационную атаку мы на себе испытали на прошлой неделе, и как раз-таки этой проблеме посвящен наш первый кейс. Давайте посмотрим сюжет. На прошлой неделе в татарстанских интернет-сообществах стали массово появляться обращения к читателям, в которых говорилось, что в регион засланы 18 террористов-смертников. Жители республики предостерегали о терактах, которые якобы должны были произойти в крупных торговых центрах на минувших выходных. В МВД практически сразу заявили о том, что информация о готовящихся терактах ложная. Подозреваемые в ее распространении уже задержаны. Несмотря на скорую реакцию правоохранителей на данный инцидент, ложные сообщения успели быстро распространиться и напугать не только татарстанцев, но и жителей ряда регионов России. Подобное сообщение, естественно, я не стала его распространять, но были люди, которые действительно поверили, что это правда. Правы ли они в данном случае, что способствовали распространению данной информации? Как вы считаете? Давайте я попробую ответить. С точки зрения именно гражданской профилактики, которой занимается кафедра, которую я представляю, я хотел бы сказать, наверное, следующее. Что, конечно, всегда, когда вы получаете такую информацию, надо сохранять спокойствие. Надо, соответственно, если у вас есть какая-то значительная информация, это, наверное, сообщить соответствующим правоохранительным органам или соответствующим спецслужбам. Телефоны есть сейчас и в интернете, можно написать по электронной почте. То есть те источники, куда сообщить эту информацию, у вас, собственно, есть, где ее можно проверить. Но спокойствие, наверное, надо обязательно поддерживать, потому что иначе это просто повлияет на нашу обыденную жизнь. Что значит не ходить, например, в крупные сетевые магазины? Если многие из нас привыкли, скажем, после работы совершать в них покупки, это нормальный такой человеческий поступок. Любого человека, который отработал, едет домой к семье и так далее. Поэтому это наша нормальная, обыденная жизнь. При этом, наверное, надо сохранять бдительность. В частности, в субботу и воскресенье, несмотря на выходные дни, такие обращения звучали от НАКО, Национального антитеррористического комитета, поскольку действительно положение во многих странах, и Франция это очень четко продемонстрировала, оно достаточно напряженное. И, к сожалению, наверное, ни одна страна в мире не застрахована полностью от террористических атак. Поэтому надо, безусловно, быть бдительными. Что же касается этого конкретного инцидента, то мне представляется, что соответствующие спецслужбы правоохранительного органа, они точку поставят, объяснят нам, что это такое, потому что это могло быть и хулиганством простым, а могло быть действительно одним из элементов того, что мы называем информационная война, и могло идти, например, из-за рубежа и сюда, на территорию нашего достаточно стабильного региона. Но не секрет, что если мы залезем в интернет, то увидим там различного рода ролики, в том числе есть различного рода материалы, которые со ссылкой на исламское государство дают такие высказывания, приводят и показывают целый ряд символов, к которым в Казани мы привыкли. Что, соответственно, люди бойтесь, такие-то объекты будут в ближайшее время уничтожены. Это сегодня можно увидеть, к сожалению, очень на многих информационных ресурсах, в основном находящихся в интернете. Поэтому надо к этому спокойно относиться. И я думаю, что обстановка под контролем. И, соответственно, сейчас такой период. С одной стороны, мы знаем, упал российский самолет, разбился. Это, безусловно, трагедия. Но здесь расследование не закончено. И поэтому пока, наверное, преждевременных выводов делать нельзя. С другой стороны, мы... Да, мы пока не можем сказать, что у меня это теракт. Да, конечно, потому что все эксперты технические, которые связаны непосредственно с рассмотрением проблем вот этих вот ящиков самолета, которые исследуют останки человеческие и так далее, все говорят о том, что все эти исследования закончатся где-то по совокупности через несколько месяцев. Ну, наверное, через несколько месяцев мы услышим компетентную оценку, что же, собственно, произошло. Мы ушли немного от нашего кейса. Да, мы обсуждаем сегодня информационные атаки как в рамках одного из кейсов нашей программы. Олег Викторович, вот вы руководитель Центра медиации Казанского федерального университета. Я так понимаю, эта организация занимается как раз-таки урегулированием конфликтов. А вот как быть в данном случае, когда есть конфликт, но нет лица, нет источника данной информационной агрессии? Я чуть проясню, да, что Центра медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма. То есть это полное название. И в данном случае, наверное, речь не совсем о таком бытовом конфликте. Есть, потому что разные виды конфликтов. Есть идеологические, есть ресурсные, есть и так далее. Это перечень большой. В данном случае, наверное, все-таки какая-то категория лиц придерживается определенной идеологии, которая считается у нас запрещенной. И просто люди, возможно, те, кто знают, они умышленно совершают какие-то действия. Те, кто не знают, они как раз и могут попасть под влияние этой идеологии. И здесь есть разные способы урегулирования конфликтов. Но в данном случае говорить о том, что его разрешить с помощью каких-либо альтернативных процедур, несудебных, это, наверное, невозможно. Потому что уже долгое время доказывать, что, как правило, идеологические конфликты, они трудно разрешимы. То есть борьба должна быть категорической? Ну, не то чтобы категорической, но вот я исследовал вопрос того, что возможно ли проводить переговоры. Когда человек заражен идеей, можно просто с этой идеей, эту идеологию попытаться прояснить. И тогда человек понимает, что на самом деле я не совсем в традиционном направлении рассуждаю. И когда это понимание будет, тогда уже, получается, и может спасть вот эта напряженность. Решат Арифулович, давайте снова вернемся к нашему кейсу. Как насчет вас? Вы получали подобные сообщения? Я хочу... Именно интересно, вот это был ваш кейс, вот это обращение было. Причем в трех разных видах. Оно приходило уже студентам, преподавателям. И все, в основном, заместители директоров по обеспечительной работе звонили, спрашивали, правда это, неправда. И мы связывались с представителями спецслужб, с представителями органов внутренних дел, запрашивали. То есть они нам очень терпеливо и подробно объясняли, что это сеет именно паника среди людей. И хочу сказать, что это не первый случай у нас уже в Казанском федеральном университете. Первый случай был в середине сентября, тоже подобные были рассылки, где было написано о том, что господа студенты, не садитесь в метро на первый и последний вагон и так далее. То есть специально создается именно социальная напряженность, чтобы люди начали паниковать. Потому что если люди начнут паниковать, значит будет какая-то именно неудовлетворенность именно университетам и в то же самое время и органы управления власти, республики, страны и так далее. Поэтому я всегда говорю, здесь правильно сказал Андрей Георгиевич о том, что нужно оставаться спокойным. Студентам, в частности, нужно связаться со своими кураторами, старостами, всегда переспрашивать, перепроверять информацию, связываться с заместителями, директорами по воспитательной работе. У них тоже есть выходы на различные структуры, в частности, может быть, через руководство университета, через советников, в том числе и через меня. Поэтому еще раз говорю, что нужно всегда сохранить хладнокровие, вот как сейчас даже видели, когда в Париже даже случилось это событие, эти трагические события случились, когда люди шли даже в переходе, когда выходили из стадиона, пели Марсельезу, потому что остаться спокойным, хладнокровным, то есть основная цель любой экстремистской террористической акции, это напугать население, то есть именно оказать давление, то есть страх посеять среди людей. И здесь люди должны оставаться спокойными, переспрашивать и ни в коем случае не тиражировать это сообщение. То есть это тоже является важным, да, потому что вы фактически можете у кого-то спросить, тем более, если студенты Казанского федерального университета, всегда есть масса разных структур, которые могут объяснить, рассказать. Может быть, нужно чаще встречаться на вашем телевидении, если такие будут ролики, всегда придем, объясним, расскажем. Может, представители правоохранительных органов, спецслужб расскажут, что какие-то, то есть дадут свои комментарии. И еще раз говорю, что нужно оставаться всегда хладнокровным, спокойным, потому что от этого зависит безопасность именно вас и окружающих вас людей. Потому что, еще раз говорю, что если вы посеете именно вот эту панику, то она может привести к очень оплаченным результатам. Когда люди находятся в состоянии паники, легче дестабилизировать ситуацию, если это даже искусственно созданная паника. И даже когда пересылают сообщения, ну, сообщения бывают информационные, а бывают те же самые ролики, это, в принципе, тоже можно рассмотреть и отнести к разряду каких-то крайних действий. А есть ли у нас какая-то ответственность, я имею в виду правовая, за распространение ложной информации подобного характера? Давайте расскажу. Мы каждый год в сентябре месяц посвящаем именно целый месяц тому, чтобы встречаться со студентами в основном первых курсов, то есть те, кто пришел только учиться в Казанский федеральный университет, но и если есть желание у других курсов, то есть мы всегда встречаемся, находим время. И я во время этих лекций, во время этих бесед все время рассказываю о том, что, скажем, есть случаи, когда человека осуждали за то, что ему по социальным сетям приходил ролик экстремистской направленности, например, там, не дай бог, кто-то кому-то голову режет, кто-то какие-то надписи распространяет и так далее. И студент по своей, может быть, безграмотности переправляет его другому своему товарищу, чтобы он посмотрел, как все это там происходит, все эти ужасы. Я всегда говорю, что это подлежит уголовному наказанию, то есть это считается распространением экстремистских материалов. Поэтому, чтобы студенты знали, что если вот такие ролики есть, я прошу студентов не распространять в социальной сети, посредством телефонов и так далее такие ролики, потому что вы фактически даете рекламу вот этим террористическим и экстремистским структурам, то есть ни в коем случае это делать нельзя. Ну что ж, я надеюсь, что студенты обратят внимание на эту информацию, возьмут ее на заметку, а мы переходим к следующему кейсу. Не зря мы заговорили именно о студенчестве, потому что, как мне кажется, в плане экстремизма, в плане каких-то радикальных течений, не тех идей. Студенты наиболее уязвимые люди, потому что мы все молодежь, мы все неокрепшие организмы, мы все личности, которые находятся на этапе становления. И вот здесь как раз-таки очень опасно, когда есть какое-то влияние неправильных идей. Давайте как раз посмотрим следующий кейс, который нам расскажет печально известной студентке Варваре Карауловой. В 2013 году студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова в социальной сети познакомилась с молодым человеком под ником Клаус Клаус. В какой-то момент ее собеседник в одностороннем порядке прервал переписку. Снова на связь он вышел в 2014 году, сообщив, что принял ислам и предложил сделать тоже Карауловой. Та согласилась. Вскоре новый друг покинул страну и примкнул к запрещенной в России группировке «Исламское государство». Спустя некоторое время то же самое молодой человек предложил сделать и Карауловой. Вербовщик сам купил билет из Стамбула девушке, ставшей к тому моменту ему женой по исламскому обряду. В Турции Караулову задержали и вернули в Россию. Теперь следователи считают, что девушка, вернувшись в Россию, продолжала переписываться с вербовщиком, хотя все ее средства связи и аккаунты в социальных сетях уже были под контролем ФСБ. Якобы уже в августе она просила мужа помочь ей со второй попыткой попасть в Сирию. Недавно общественности стало известно, кто именно вербовал девушку. Вербовщиком оказался уроженец Татарстана Айрат Саматов. Вот такая непростая ситуация. Уважаемые гости, как распознать завербованного студента, как вовремя понять, что что-то произошло не так, и прийти ему на помощь? Тут, наверное, много есть вещей. Я начну с такого инцидента, который в чем-то даже достаточно забавен. Я в 2003 году с коллегами был на конференции в Туле. И за время наших заседаний, конференция длилась 4 дня, такая длительная, нас выводили на улицу с целью безопасности, потому что сообщали о том, что помещение заминировано. Это специфический для Тулы термин, потому что это город русских оружейников. Но название вуза я на всякий случай называть не буду, потому что я думаю, что ему не нужна такая отрицательная реклама. Это наши добрые коллеги. И нас выводили на улицу с целью обеспечения безопасности, поскольку иначе просто соответствующие службы действовать не могут, людей нужно обезопасить, чтобы не произошло потенциально взрыва в этих помещениях. Это происходило 3 дня в ходе этих 4-х дневных конференций. Мы этому очень удивились. Напоминаю, что это был 2003 год. И когда стали разговаривать с проректором по воспитательной работе, он нам рассказал, что уже несколько человек здесь задержаны правоохранительными органами. И каково же было удивление руководству этого вуза, когда первый же задержанный человек – это была девушка. И эта девушка мотивировала тем, что она провела свой поступок, что она просто не хотела ходить на занятия. Ей не нравились какие-то контрольные, выполнение каких-то указаний преподавателя. И она делала вот такие вот звонки. Но время идет, сейчас в стране законодательство поменяли, и здесь оно очень жестко стало жестким. И люди в случае вот такого лже-терроризма платят очень большие деньги. Значит, штрафы, потому что спецслужбы выезжают, выезжает служба пожарной охраны, полиция и прочее. Все это большие деньги. Соответственно, если человек сам не может заплатить, если он еще достаточно молодой, не работает, то платят его родители большие административные штрафы. Ну, возможно, там все вплоть до уголовной ответственности. А раньше вот просто не было разработанных таких статей в нашем законодательстве, и поэтому вот такие инциденты были возможны. Что же касается современного этапа, то я думаю, что, значит, здесь, опять же, есть две составляющих. Есть, значит, моменты, связанные с оперативной работой, но это удел правоохранительных органов, спецслужб и так далее. Есть то, что видит, наверное, любой человек, что вдруг внезапно, скажем, его одногруппник, например, разбогател, вдруг внезапно его одногруппник стал заниматься теми вещами, которые ему совершенно не присущи, и тому подобные вещи. К сожалению, значит, сейчас это не очень такое редкое явление. И вот, значит, я всем советую прочитать статью, интервью Миронова, который... Миронов – это декан философского факультета МГУ, который как раз рассуждает на предмет того, почему представители именно философского факультета МГУ, вроде бы это вот наша гордость, это элитное учебное, значит, заведение, как раз оказались в том числе вот в этих списках экстремистов, героев и так далее. Но еще раз повторю, что достаточно много и девушек. Вот этот феномен, наверное, нуждается в изучении. Я думаю, что постараются это сделать и социологи, и конфликтологи, и психологи, представители, наверное, ряда других, значит, научных дисциплин. Я думаю, что это до конца не изучено, но тут есть еще сугубо вот такой вот человеческий момент, на который я хотел бы обратить внимание. Действительно, вот та девушка, о которой вы говорили, Варвара Гараулова, стала такой притчей во языцах, да, все мы знаем, значит, эту фамилию. Вот, ну и понимаете, какая вещь, да, попытки родителей, да, отца вернуть, значит, девушку на территорию Российской Федерации, тоже, в общем-то, сейчас ничем хорошим не закончились. Я так понимаю, что грозит наказание до 20 лет. Но мы посмотрим, чем завершится там судебный процесс. Вот, но, тем не менее, здесь мы видим хотя бы счастливый конец с точки зрения, что человека вернули. Вот, а ведь очень часто в различного рода там правоохранительные органы обращаются тогда, когда человек уже какое-то время, скажем, потерян, да, вот, с ним нету связи и так далее. Поэтому родителям, родственникам ближайшим надо просто обращать внимание на то, что человек не обязательно поругался на какой-то бытовой почве, да, могло случиться то, что они и не подразумевали. Вот здесь, наверное, тоже нужна такая особая бдительность, ну и прежде всего доверие, доверие, наверное, к своим детям, возможность строить с ними диалог, даже если это уже взрослые дети студенческого возраста, которые, в общем-то, во многом сами формируют свою жизнь, да, сами выбирают какие-то пути в этой жизни. Вот поэтому здесь, конечно, от более старших поколений зависит тоже очень многое. И иногда простой разговор, простые беседы, простое, в общем-то, внушение человеку, что это противоречит вот такая деятельность экстремистская, террористическая нормам просто этики, да, любой религии, любого народа, любой этнической группы, да, вот это вот может молодого человека остановить и увести его от края пропасти. Поэтому на уровне гражданском мы в основном можем действовать исключительно, наверное, методом убеждения. Вот очень многое от друзей зависит, да, если они видят такую ситуацию, то надо попытаться этого человека вывести из такой ситуации. Вот, но, значит, в дальнейшем, наверное, здесь возможна и деятельность спецслужб, если действительно такие подозрения окружающих подтвердились. Ну да, потому что, как показывают случаи с Варварой Карауловой, одних близких, одних разговоров с родными оказалось недостаточно. Что делать, вот, например, если я заметила какие-то какие-то странные проявления от кого-то из моих одногруппников? Куда мне бежать? Какие-то изменения, да, то есть когда человек ушел в себя, да, например, тоже как вариант, и не только для одногруппников, а также родители, ведь они тоже видят, что с моим ребенком происходят какие-то изменения. Раньше мы разговаривали, а сейчас она уходит, закрывается у себя и говорит, не мешается. Да, это уже какой-то симптом. И вот как раз для этого в рамках нашего Казанского федерального университета мы и организовываем вот эти вот ежеквартальные мероприятия по просвещению там родителей, там молодежи, да, то, что какие признаки и что делать, если на самом деле оказалось выясняется, что девочка ушла в религию, причем религия нетрадиционная для нас. Вот что, ну, последствия действий, там одно, второе, третье. Вот, для того, чтобы люди знали, если такое происходит, я вот могу сделать то-то, то-то, то-то. Сейчас тем более становится очень, ну, как модным участвовать в мастер-классах, участвовать в каких-то курсах повышения квалификации. Вот и как раз мы пытаемся организовать и запустить. Другой вопрос, что не все понимают, насколько это страшно, если не, своевременно не выявить эту проблему, да, потому что в дальнейшем уже, если не выявить, дальше этим занимаются, наверное, спецслужбы. Да, и там уже как раз и будут и наказания, и лишения свободы, и штрафы, как вот было заявлено ранее. Как можно обезопасить себя от каких-то негативных влияний, от каких-то альтернативных течений? – Здесь, наверное, перейдемся как раз к началу нашей беседы о том, что то, что случилось с Варварой Карауловой, это на самом деле беда для университета, беда для общества, которого ее окружает, для семьи самое главное, потому что прекрасно видели ее фотографии младенчести, яркая, красивая девочка и пошла по такому пути. То есть, по большому счету, лишила своего будущего, который может быть очень ярким, послужил бы своей стране, очень грамотный человек, но вот то, что случилось, случилось. И здесь, наверное, на самом деле студентам и преподавателям нужно обращать внимание на то, что если окружающие или студенты, или преподаватели значения не имеют, то есть люди, которые работают в университете или которые рядом с университетом, которые пропагандируют, именно пропагандируют исключительность не только, мы касаемо сегодня религиозной исключительности, нет, не только религиозной, но и здесь будем говорить в отношении того, что есть у нас и проявления, так называемые, праворадикальные, то есть различные радикальные, леворадикальные, праворадикальные, в частности, идеи неонацизма, то есть такие вещи тоже есть. Как только человек начинает пропагандировать именно исключительность одной веры, одной нации, одной над другой и так далее, то есть надо уже задуматься, к чему все это ведет, к чему это идет. И здесь, на самом деле, работают очень хорошие психологи с такими людьми, то есть, начинается все безобидно. Но все равно, всегда я студентам говорю, рассказываю, преподавателям о том, что всегда у человека должен быть здравый смысл. То есть, что происходит вокруг. Всегда анализируйте, смотрите, то есть, вы живете в обществе. Разных людей, всяких разных вокруг много. И поэтому студентам, еще раз говорю, нужно всегда оценивать, что им предлагают, что им говорят, не только вокруг, но и в сети интернет. Потому что там этого еще больше. Поэтому переписываясь с кем-то, общаясь с кем-то, если человек, еще раз говорю, начинает пропагандировать или говорит, что вот ты мусульманка, ты выше, то есть, и так далее. Или, наоборот, православие, или, наоборот, одна нация выше на другой нации, и так далее. То есть, уже надо думать, что, в конце концов, это придет к очень печальным последствиям. Потому что, как говорят на Востоке, зло пожирает зло. То есть, в конце концов, все это в эту воронку будет затягиваться, вот эту бесконечность. И человек уходит из своей семьи, то есть, становится трагедией именно для общества. В нашем Казанском федеральном университете есть люди, готовые действительно помочь и поддержать абсолютно в любой ситуации. И, как нам Олег Викторович сказал, если вам нужна какая-то дополнительная информация о различных течениях, о том, что происходит в мире, о террористических угрозах, то для этого есть специальные мероприятия. Виктория, еще здесь сразу для студентов, наверное, скажу о том, что, если есть такие случаи, если вы именно, вот, что-то именно есть признаки того, о чем мы сейчас говорили, то всегда можно связаться с заместителем директорами по воспитательной работе, с которыми я всегда на контакте. То есть, придем, поговорим, я говорю еще раз, всегда можно найти общий язык и поговорить с тем человеком. Может быть, лишние подозрения, но всегда лучше в самом начале эту беду предотвратить, чтобы не было развития ситуации дальнейшей. Спасибо вам. Виктория, если можно, еще добавлю, что кроме заместителей директоров, есть еще такие люди, как кураторы, соответственно, есть кафедры, которые тоже ведут воспитательную деятельность. Поэтому у студентов есть много таких возможностей, куда обратиться. Ну, и обратил бы я внимание аудитории, что есть такая проблема, что очень часто, когда смотрят в том числе различного рода фильмы про угрозы террористические, различного рода материалы про угрозы уже экстремистские, люди считают, что это удел противодействия только государству. Вот государственные органы, соответственно, смогут. Да, действительно, очень много зависит от государственных органов, от правоохранительных органов, от спецслужб и так далее. В каждом конкретном инциденте. Но посмотрите, послушайте, что говорят вот эти вот люди. Они каждый раз говорят о том, что без общества нам не справиться. Поэтому вот такая первичная профилактика, недопущение людей, предотвращение вот этих вот явлений, которых мы называем такими вот словами мудрёными, как экстремизм и терроризм, это, наверное, наша позиция. Очень часто, к сожалению, бывает именно так, что, скажем, какая-то беда произошла в одном из сельских районов, в другом сельском районе считают, что у нас это никогда не произойдёт, у нас всё хорошо. Беда произошла в одном субъекте федерации, у нас большое государство, в другом считают, что это никогда у нас не произойдёт. К сожалению, даже в самых стабильных, да, и регионах, и каких-то населённых пунктах, да, такие инциденты, вот экстремистские, например, деяния, они могут происходить, и их достаточно много, если мы берём уже в целом там масштабы страны. Но, к сожалению, сейчас не приходится думать о том, что нас не коснётся вот эта действительно беда. Наоборот, сейчас люди взволнованы, и в основном это связано, естественно, с информацией, которая поступает ежедневно, которую мы видим в СМИ. И один из таких информационных вбросов, так называемых, произошёл буквально на днях. Запрещённая организация «Исламское государство» опубликовала видеообращения, в которых высказала угрозу в адрес нашей страны. Давайте посмотрим третий кейс. 12 ноября в СМИ появилась информация о том, что боевики запрещённой в России группировки ИГИЛ опубликовали в интернете видеосообщение, в котором угрожают Российской Федерации. Сайт, на котором был размещен этот видеоматериал, недоступен для просмотра в нашей стране. Как передаёт агентство Reuters, обращение записано на русском языке. В нём злоумышленники обещают, что атаки будут очень скоро. Председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов, комментируя данное видео, заявил в интервью «Эхо Москвы», что Россия готова к любой угрозе, в том числе и со стороны ИГИЛ. Вот это видео, на самом деле, наделало много шуму. Мы не можем показать, естественно, это видеообращение, потому что там просто... Ну, просто... Кардеры, которые не подлежат в трансляцию. Не нужно пиар. На телевидении. Более того, как сообщила Александра Александрова, мой коллега, заблокированы ресурсы, на котором опубликовано это видео. И мы можем судить о том, что там, что передается в данном сообщении, в основном из СМИ, из того, что нам преподносят западные коллеги, которые этот ресурс просмотреть каким-то образом смогли. Но вот, как мне стало известно, буквально сегодня утром видео попало и на просторы российского интернета. Мы можем посмотреть из нашей страны уже, да, даже это видеообращение, к сожалению, потому что действительно данная информация сеет много паники. И много появилось информации, например, в наших региональных изданиях о том, что в данном видео использовались именно кадры Казани. В частности, мечеть Аймарджани находилась на фоне в то время, как за кадром некий неизвестный обещал изолить кровью нашу страну. При этом там была написана в титрах такая фраза «В Татарстане хотим шариат править». Это действительно очень вызывает много опасений. Обыватели, эта информация, особенно на фоне последнего информационного вброса в Татарстань, действительно может напугать. Каково ваше отношение к этим последним данным, к этому обращению? — Ну, вы знаете, если конкретно то, что блокируют, например, на территории нашей страны, это, безусловно, праздный шаг, так и нужно делать. Другое дело, что в век интернета, который ломает все границы, все препятствия, наверное, полностью этого сделать нельзя, потому что какие-то отголоски этого сообщения, они уже передаются, и, к сожалению, не только на иностранных языках, как вы сказали, от западных журналистов, а, соответственно, это есть на русском языке, в том числе… — Самообращение записано на русском языке. — Да, есть какие-то кусочки, множат, интернет же множит, и, соответственно, мы видим уже на других сайтах о том, что нам говорят, а вот посмотрите, тут показывали, как вы говорите, мечеть Мэрджани, я, например, видел мечеть Кулшериф и так далее. То есть это можно найти в нашем, значит, Рунете даже, да, то есть вот российском, да, сегменте вот этого интернета, и это, безусловно, вещь такая, которая должна настораживать. Но здесь, опять же, спокойствие, я думаю, что бдительность определенная. Наша республика, в общем-то, характеризуется стабильностью. Мы знаем, что с 2010 года были, ну, непростые явления, да, это различного рода такие деструктивные конфликты, которые проходили в основном в районах, да, республики. В 2012 году Казань поразил теракт, но мы, собственно, конечно, как люди миролюбивые, да, таких вещей не ожидали, не думали, что в нашем городе произойдет. Но так бывает, наверное, с каждым террористическим актом, когда этого люди не ожидают, да. И, соответственно, для общества, конечно, это большой урон. Но, посмотрите, даже с 2012 года, да, обстановка, значит, во многом улучшилась, да, к нам едут большие потоки туристов, например, да, их не пугает, да, то, что в Казани в 2012 году произошло такое событие. Вот, я думаю, что это тоже нормально, и ситуация будет властями держаться под контролем, и люди могут спокойно к нам приезжать учиться в университет. Ну, на самом деле, на фоне того, что происходит в других странах, лично мне кажется, что в нашей стране сейчас наиболее стабильная обстановка и наиболее спокойно сейчас, мне лично, например, в Казани, чем где-то там в Европе, за границей, в Египте. Боже упаси. Как раз-таки, что касается данного информационного сообщения, эти угрозы, естественно, всем понятно, они связаны в связи с тем, что Россия начала операцию в Сирии. Как, по-вашему, будут развиваться там события? По-нашему, где? В Сирии? Именно, да. Как будут развиваться события в Сирии, и чем все это обернется? Потому что это все уже похоже, естественно, на военный конфликт. Давайте я, может быть, попробую, да, начну, а коллеги, может быть, меня как-то поддержат или дополнят. Значит, ну, вопрос, наверное, очень тяжелый. Мы знаем, что в Сирии идет гражданская война, кровопролитная. Вот, Россия вмешалась, да, в этот процесс, потому что ведет свою военную операцию против Сирии. И последние события, которые произошли во Франции, показывают, что, в общем-то, вот этот вот враг был определен достаточно точно. Вот, другой вопрос, да, как действуют наши союзники, и, возможно, ли тут определенное единство. Вот сейчас мы получаем различного рода сообщения, американцы убили там главного палача ЕГЭ, да, вот это вот, значит, то, что было в последние дни. Сегодня я видел сообщение о том, что французы, значит, с удвоенной энергией, да, там, бомбили такой-то там город, где, соответственно, значит, по их данным есть представители ЕГЭ и прочее, прочее. Но это, в принципе, вот такие разрозненные действия вот этого самого интернационала. Вы знаете, что одновременно идет очень большой саммит в Вене, да, который пытается выработать, наконец-то, общий список организаций, которые можно признать террористическими. Но сошлюсь на слова нашего президента Российской Федерации, который, собственно, говорил о том, что это, наверное, самая большая проблема, да, что в различных странах разные организации считают где-то просто, скажем, политической оппозицией, да, нормальными участниками политического процесса, а в других странах, да, их считают, соответственно, террористическими или экстремистскими группами, да, вот это очень сложно. Поэтому говорить о ходе, наверное, военных действий предсказывать, ну, нет, да, никаких возможностей, да. Военные эксперты говорят о том, что, значит, вот эта вот борьба с воздухом, которую осуществляют ведущие страны мира, да, она до конца к успеху не приведет, потому что надо бороться, прежде всего, да, с идеологическими, политическими вещами. Ну, а есть ли угроза того, что вооруженный конфликт выйдет за границы Сирии и как-то затронет наш стран? Насколько я понимаю, действия России как раз направлены на то, чтобы, соответственно, локализовать этот конфликт, да, и отодвинуть его от наших границ, потому что, ну, не секрет, границы в странах СНГ, особенно это касается Центральной Азии, они достаточно прозрачные, и поскольку, значит, эти границы плохо защищаемы, то, соответственно, здесь возникают очень большие сложности с точки зрения, скажем, реализации национальной безопасности. Вот, но Россия... У нас одна минута до окончания эфира. Что-нибудь обнадеживающей хотят бы услышать? Давайте я скажу, что нужно быть готовым, что по такие видеоряды информация, она будет продолжать поступать, да, но понимать, что это специально делается, умышленно для того, чтобы нас чуть-чуть дестабилизировать. То есть нам на самом деле реально бояться нечего? На самом деле все это зависит от спецслужб, которые как раз занимаются тем, чтобы такого не произошло. Я думаю, что нам также будут показывать со временем видеоряд, то, что задержали такого-то, который главную роль сыграл или разрабатывал, и тогда их количество начнет сокращаться. Так же, как по Варваре Карауловой показывают, что сейчас ей грозит 20 лет лишения свободы. Решат Арифулович, ваши рекомендации? Безопасность, я еще раз говорю, безопасность, это состояние защищенности, поэтому именно состояние защищенности должно быть в университете, и все мы совместными усилиями создадим безопасность в нашем Альма-Матре. Друзья, давайте держаться вместе, давайте не поддаваться панике, будем на волне, будем вместе следить за последними событиями, обсуждать их здесь, в прямом эфире на Универсом Атре. Спасибо всем, кто был с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова